Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем разбирать тему Woodmort, урок 28, тема портфолио. И сначала давайте, что такое портфолио. Портфолио – это просто один из видов отображения вашего контента. Возможно, фото галереи или галереи с какой-то информацией. Сейчас на демо-сайте, как визуально вообще портфолио может выглядеть. Это симпатичные вот такие боксы, где можно сделать сортировку по категориям. Дальше, не заходя в полный текст, в полную информацию каждого элемента портфолио. Здесь есть кнопка Lightbox. То есть вот так вот можно просто перелистывать с пострелком все эти моменты. Также есть кнопки поделиться. И можно на каждый этот бокс нажать. И, так сказать, провалиться в полную информацию, в подробную. Где уже вы оформляете либо просто через WordPress, либо есть возможность оформить это через Elementor. То есть, по сути, это просто как тоже блок, только немножко, наверное, посимпатичнее будет выглядеть. И прежде чем нам начать смотреть настройки портфолио, нам нужно сначала его наполнить, создать проекты. Проекты, то есть проекты, это и есть портфолио. Как вы видите, на демо-сайте ничего не создано. И, конечно же, если у вас не одна категория, а несколько категорий, где вы будете размещать ваши фотографии, информацию, сначала можно зайти здесь в категории, ничего нет, и создать категории. Здесь все просто. Заголовок, остальное можете не заполнять, можете заполнять. И создайте несколько хотя бы, чтобы была наполненность. Я создал три категории, теперь переходим в все элементы, либо добавить элемент, создаем новый элемент. Я буду создавать, не заморачиваясь, просто в WordPress. Вы же можете нажать «Редактировать в Elementor», чтобы красиво создавать одиночную информационную страницу для портфолио. Но у вас этой кнопки может не быть, если вы не смотрели предыдущие мои уроки, и у вас в этой кнопке нет, здесь элементар, тогда вам нужно пройти в «Настройки элементара». Вот здесь вот «Элементар настройки». И на вкладке «Общие» вот здесь вот «Тип записей», «Портфолио», поставить галочку. Здесь все так же, как со статьями. Заголовок, выбирайте, какой категории будет принадлежать. «Изображение». Можете разместить отрывок, текст, сюда тоже добавить текст и нажать «Опубликовать». Далее наполните проекты несколькими проектами и добавьте в разные категории, чтобы мы могли внешне настроить его через Woodmart. Далее мы переходим в Woodmart настройки, далее «Портфолио» и «Портфолио» можем выключить по умолчанию, у нас включено. Да, и здесь еще вот что надо было сделать, «Портфолио Page». Нам нужно создать страницу и указать ее здесь как основную. Переходим в странице, добавить новую, как-то ее называем и опубликовать страницу. Далее возвращаемся в настройки «Портфолио» и находим эту страницу здесь, назначаем «Сохранить». Далее здесь можете указать свою ссылку, только не русскими буквами, «Портфолио», «Проект URL ссылка» и «Портфолио категория URL ссылка». Но вот обязательно прочитайте вот этот момент. Вам нужно перейти в настройки WordPress, далее «Постоянные ссылки» и повторно сохранить их, чтобы применить эти настройки. Здесь можете ничего не делать, но если вы считаете, что для SEO, оптимизации сайта, вам нужно указать какую-то здесь свою ссылку, то потом нужно пройти по этому пути и пересохранить настройки в WordPress. Еще обратите внимание, когда вы создаете страницу «Портфолио», обязательно ярлык должен быть английскими буквами. Если будет русскими у вас, то оно выводиться на сайте не будет. Изначально вот так страница выглядит у нас с «Портфолио». Вот они, категории сверху. Есть сайт-бар, здесь его, наверное, можно будет отключить. Вот так вот переключаются категории. И если мы провалимся внутрь, похожие проекты. Ну и здесь нет никакой информации, потому что простенький проект, я больше ничего не заполнял. И показать еще кнопка есть. Мы с вами переходим в «Архив портфолио». «Портфолио» на всю ширину можно сделать. Дальше то же самое, как в прошлом видео с блогом на компьютерной версии. Три колонки, две колонки на планшете автоматически, или решайте, сколько колонок. И на мобильном обычно это одна колонка. Пространство между проектами, мы видим, что там между ними совсем нет пространства. Естественно, сделаем 10 или 20 пикселей. Элементов на страницу, сколько штук выбираете. Дальше кнопка будет, либо постраничная навигация, либо кнопка «Загрузить еще». У нас сейчас как раз загрузить еще портфолио, сортировка по дате. Самые новые, значит, сверху будут. Или решайте, какие из них. Порядок в портфолио, по убыванию, по возрастанию. Дальше интересный вариант – это стиль именно у нас вот этих вот анонсов. Изначально вот это выбрано, с синей рамочкой помечено. И есть вот такие варианты. Вот этот вариант, мне кажется, самый интересный внешне. Давайте сейчас посмотрим. Сайтбар, естественно, на этой странице. Это надо зайти в портфолио и отключить вообще сайтбар. Он там не нужен. Вот так вот, если на всю страницу, по 2 в ряду. Наверное, это много. Сделаем по 3. Размер изображения. Здесь нам есть пример. Когда мы загружаем картинки, WordPress делит автоматически на разные размеры изображения. И вот они названия. Можно просто скопировать отсюда, записать название, вставить сюда. Full – это полное. Полный размер, без сжатия, без обрезания. Можете поставить сюда. Или в пикселях можно ввести изображение. Показывать категории фильтрации. Сверху кнопки. Вот эти вот. Нужны ли они вам? Не нужны. Можно отключить. Фильтр категории. Ссылки. Либо кирпичная кладка. То есть они будут переключаться, как, не знаю, симпатичнее. Если это ссылки, то есть Ajax. То есть без перезагрузки портфолио будет подгружаться. Но вот эта вот кирпичная кладка мне нравится больше. Вот так вот у нас три колоночки выглядят. Дальше идут настройки страницы проекта. То есть это именно, когда мы провалимся в какой-то из проектов. Вот именно эта страница. Дальше здесь, так же, как в блоге, своя произвольная шапка здесь указывается. Да или нет. Дальше отключать, включать заголовок сверху. Здесь на миниатюре видно элементы. То есть это навигация. Следующий, предыдущий проект. И похожие проекты. Отображать ли. Все. Больше настройок у нас здесь нет. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. 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 Продолжение следует...